В Заволжье дорожники порвали стандарты. Там проложили новую дорогу, но не целиком, а с разрывом. Жители долго просили местную администрацию отремонтировать дорогу около жилых домов. И, наконец, счастливый день настал. Но вот результат местных жителей поразил. Дорога оказалась рваной. Вот это вот уродство. Разве так можно делать? Ну как это так? Вот едут машины, пыль летит, нам белье некуда вешать. Вот вешаем. Видите, куда? На лавочке нельзя сеять. Прямо облако. Облако. Мы говорим, у нас так и было без асфальта. Говорим, асфальт положат. Нельзя на лавочке сеять, ни белье повесить, ничего. Это что такое? Конечно, спасибо, что сделали. Мы тут вообще не могли. У нас мамы ходили коляску вот так в эту, а ребенка под эту руку. Мне жалко было. Мне 82 года. И я пошла, написала в июне заявление. И разговаривали. И все, как что делать. Все. И ходили раз 10, наверное, или 15. Ходили, мы вызывали. Все нормально. Ни разу никто не сказал, что дорога будет не сплошная. Нам показали план-то. От той дороги, от кооперативного дома, и на ту дорогу выходит. Да как, где она выходит? Это опять вся грязь, вся пыль. Цельная дорога должна была быть? Цельная дорога. Нам ничего не говорили, что будут обрезки. Показали план по целой дороге. Потом вот приехали, сказали, придумывать им территорию вроде, благоустраивать. Вот по дому и там по дому. А это ничейное. Сказали, не будем. Надо все положить. Ну что это, смех какой-то. И вот камни такие, что-то заровняют. Надо или что? Как ходить, спотыкаться? Вот эти края. Надо что-то сделать. Обычно, как я видел, дороги делают. Насыпают. Уже по асфальту ковшом, не ковшом, а этим грейдером сравнивают. И все. А это что? Халтура, видишь? Смех какой-то. Вот простой пример. Вот, видишь, ниже. Вот уже все обваливается. Завтра еще, послезавтра еще. И все разрушится. Ну как это так можно? Ну мне кажется, на это должно на все одинаково быть. Вот вы увидели, свидетели, машина прошла, пыль столбом. Зачем это надо? А дожди будут, там грязь. Вот она вся, здесь грязь. И опять мы будем по грязи ходить. Среди людей смеялась. Ну начальник встал, умыл половину лица, а половину не надо. Так и это. Половину дороги сделали, а дорога-то нас считается целая. Оказалось, что причина такого прерывистого ремонта в бюрократии. Ремонтировать по проекту дорогу могли только на придомовой территории. А тот участок, который остался не заасфальтирован, к ней не относится. Поэтому его пропустили. Существует такая программа. Ремонт асфальтового покрытия дорог придомовых, которые оформлены как общее имущество дома. Не выходя за границу. Значит, между этими домами есть общегородская территория, которая на кадастре не стоит за этими домами. Там метров 10 работа-то? Я не про работу говорю. Я говорю о том, что об общем имуществе дома. В данной ситуации вот этот промежуток уже будет не по той программе асфальтироваться, а уже по общегородским. А когда, не знаете? Я думаю, что в этом году.